В общем, продолжение дождливого дня. Я еле дозвонилась до дяди Руслану, что-то то ли из-за дождей, то ли что-то со звуком у меня с этим телефоном, я, кстати, не знаю. Но я его вообще практически не слышала. А так как я вымокла вся полностью до нитки, вообще просто буквально до трусов, я ему позвонила, сказала об этом, он сказал, езжай домой, я через пару часов подведу, я собралась уже домой. Но я смотрю, моя электричка только через час, Карл, и ко мне пришла гениальная идея зайти в магаз и купить там себе что-то сухое, переодеться просто вот там в примерочной, в какое-то сухое платье, потому что час ждать электричку в мокром платье я, короче, не могла. И вот я на такой магазин, короче, в посаде, вот он тут рядом с вокзалом, вот вокзал, короче, находится. Квас, а тут такой, это, микрозаймы какие-то, я туда никогда не захожу и вам не советую, и магазин экономка. И, в общем, мы работаем для вас аж до девяти часов с восьми. И, в общем, там, я думаю, зайду, посмотрю хоть себе что-нибудь, хотя бы, я не знаю, хоть что-то, чтобы надеть сухое, чтобы час в мокром платье не ждать, потому что оно у меня, платье настолько мокрое, что его можно было просто тупо выжимать, отжимать. И, в общем, зашла этот магазин экономка, у них там как раз по 790 рублей, но по 800 были такие летние сарафаны, пол, в общем, у них очень длинные юбки. И такая прикольная, в принципе, расцветка, они были зеленые какие-то, еще такие довольно светлые. И, в общем, я решила приобрести, конечно, потратить 800 рублей, хотя сейчас денег мало, но купить себе что-то сухое. И я так подумала, что, в принципе, сарафан прикольный, очень легкий для дачи, там, он вполне, да и просто по селу прогуливаться вполне, он даже подойдет. Даже для моей работы, потому что она такая, не требует особого, короче говоря, не требует особого дресс-кода. В общем, низкие цены, магазин женской одежды. И да, действительно, цены низкие. И я вот так вот видю. Ну, во всяком случае, мое настроение резко улучшилось, потому что я переоделась в сухое, потому что все ровно, и мне совершенно было неприятно. И вот, короче, мокрое платье я примерочное сняла. И вот она у меня тут лежит, и у меня даже, короче, бюстгальтер весь вымок. И такой, что вот его реально можно, наверное, отжать это все можно, и потечет вода. И, в общем, все я это сложила в пакет. И, короче говоря, теперь у меня такой пакет. Самый прикол, что я еще заказывала все покупки на Валберис. Вот я, наверное, сейчас за ними схожу, потому что все равно по-любому у меня есть целый час на моей прогулке. Так что я думаю, я вполне еще успею и на Валберис зайти за своими вещами. Потому что реально час у меня есть. Но я не заказывала сегодня там одежды. Я потому что просто заказывала там себе чулки и накидку. Я не думала, что я вообще никак не ожидала, что я попаду под дождь. Тем более, вот дождь был, а сейчас он резко прошел, опять его нету. И опять все как бы как ни в чем не бывало. То есть тепло и хорошо. А еще вот я говорю, буквально полчаса назад лило как из ведра совсем. И я вся вымокла. Вот, в общем, если бы я знала, я бы, конечно, может, Валберис что-то заказала. Ну что, я иду. Платье оказалось прикольное, несмотря на свою цену. 800 рублей 790. Вот. Иду без лифчика, потому что лифчик весь мокрый. А я не могу еще, блин, вот. Мокрая, когда одежда, это ужас. То есть просто, когда сухо, еще, ну, когда дождь, но одежда сухая, еще нормально. А вот когда вот одежда мокрая, это, конечно, вообще жесть. Вот. В общем, в таком вот виде я сейчас пойду на пункт выдачи Валберис. И буду, короче говоря. О, дяденька просит его сфоткать. Сейчас снять. О, 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 о. Вот такие позитивные люди. В общем, пойду я. Там я накидку себе заказала. Надо будет, наверное, все-таки накинуть. Это, наверное, я чересчур по пляжному выгляжу в таком сарафане. Ну, вот, застал меня дождь неожиданно сегодня. Конечно же, жесть. Я так чувствую, что мы, наверное, с дядей Русланом, наверное, поедем на одной электричке, потому что перерыв. Перерыв в электричках, это, конечно, трэш. Ну, вот сегодня с утра какой-то день такой вот, прям вот он не задался. Хотя, что одно, то другое, то третье, то четвертое. И все вот как-то так вот. Ну, вот я заметила, если я с утра иду в Сбербанк, то потом весь день фактически идет на смарку. Так что из-за Сбера... Я очень долго собираюсь, чтобы до Сбера дойти. Вот. И он вечно то закрыт, то там очередь огромная, то там не работает терминал, то там не работает что-то еще. То есть, ну, вот, в общем, Сбер, конечно, это Сбер совсем. Короче, да. Здесь вращенский какой-то сарафан. Ой, я что-то иду куда-то, а там впереди уже море разливанное. Я там не пройду, наверное, даже. Надо будет сейчас тут обходить по вот этим вот... по кусочкам асфальта. В общем, тут пробираться как-то. В общем, да, сегодня день каких-то приключений. Я вот все брожу, 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 брожу как-то. Так, вот. Я попала, тут такой дурацкий есть перерыв. Вот между электричками на Александров. Вообще есть идиотский перерыв утром. Там одна электричка идет в 10.30, по-моему, а вторая уже там в 12.40. И вот между 10.30 и 12.40 там много времени приходится ждать. И это так неудобно, потому что, в принципе, если я выезжаю в 10.30, то это мне надо очень рано вставать. Я ничего не успеваю сделать. А утром в субботу у меня обычно еще все время какие-то дела хозяйственные, которые я не успеваю в будни из-за работы сделать. И, короче говоря, получается так, что мне нужно или бросить все дела, и вот прям с утра, ну так как я стараюсь, конечно, в выходные поспать подольше, то есть я просыпаюсь, но сегодня я в 8 проснулась, но сразу, пока я там проснулась, пока я там потянулась, повалялась, то есть я встала, было уже 9 часов. То есть так, по идее, а мне же нужно еще, я же сегодня планировала как бы встретиться с дядей Русланом, то есть мне нужно было еще помыться, как-то, вот, привести себя в порядок. И, в общем, я только вот выдвинулась 12, по-моему, сколько было, 12.50 уже, потому что на 12 я опоздала на маршрутку, только в час я выдвинулась, то есть только в 2 часа я как бы попала в посад. В общем, блин, тут какое-то вот это вот море разливанное, и неизвестно, как это все преодолевать. О, люди тут скачут по скользким камням. Ой, сейчас тут мне, наверное, придется сейчас прыгать. Я так чувствую, придется прыгать, наверное. Наверное, точно придется. Получилось. Получилось преодолеть, блин, преграды. Вот, в общем, получается, что мне нужно или вставать из самого сраняя, бежать, что я делаю в выходные, очень не люблю, я считаю, в выходные как раз это такой день, когда можно хотя бы полежать спокойно. Вот. Или получается так, что я уже всюду опаздываю, и когда там в 12 в час я выбираюсь, я только вот к 2 часам подъезжаю на дачу или в Сбер или куда-либо, и это уже поздно. Так, у меня тут еще сережка, блин, расстегнулась. Вот, солнышко уже почти появилось из-за туч. В общем, я хотела, слышала, что в посаде открыли памятник выпускникам 41-го года, и памятник получился очень пошлым. Вот, я хотела его как раз снять. Но. Но. Ого, такой, посмотрите, какой борщевик растет. Он, наверное, у него ствол, наверное, в руку толщиной. Вообще ужасный. Но он, наверное, этот дом охраняет от посторонних. Хотя дом уже такое чувство, что не очень жилой. Ну ладно. Вот. Хотела посмотреть на этот памятник, но к тому моменту, пока я там вышла из Сберы, уже началась буря какая-то. В общем, да, живой, а не очень удобно, потому что в связи с этими электричками маршрутки редко очень ходят. Получается так, что я постоянно все время, короче, постоянно везде опаздываю, что-то не успеваю все время, нахожусь в каком-то напряжении, потому что все время боюсь там что-то не успеть, опоздать, то есть как-то, как-то так вот что-то вот сделать. В общем, иду уже привычной дорогой к магазину Валберес. Что-то у меня очень много каких-то покупок таких вот, совершаемых эмоционально, то есть я сегодня не планировала покупать ни в коем случае все платья, но так как я измокла и ходить голой в белье я не могу по городу. Уж это даже чересчур для меня. И плюс в мокром тоже я ходить не могу, пришлось мне покупать что-то. И на Валберес я что-то назаказывала, вот, потому что у меня вот прям какие-то вот идут как приступы, я когда начинаю что-то переживать, нервничать, меня как-то клинит, и я начинаю заказывать вот прям буквально все подряд, то, что надо, то, что не надо, вот такой вот есть у меня, прям лишь бы заказать, я знал. Вот. И это тоже, конечно, скверно, очень скверно, но я говорю, я ничего не могу с собой поделать, такой вот я ужасный шапоголик. Так что вот так вот. Лужи, лужи, лужи. Целые разливанные лужи, но тепло, и такой запах после дождя приятный, свежий. То есть там вот такой, какой должен быть после дождя, в общем. Наверное, если у меня получится, я, может быть, еще на вал беру что-то, сниму для вас, а пока я временно отключусь. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами была Марина Морок. 1 июля, Сергей в посад после грозы. В общем, в таком я стильном виде. Неожиданная покупка летнего платья. Конечно, я вам, кстати, выглядит даже неплохо. Тут такая, какой-то красный, старинный жеватель. Ну, вроде бы, особо даже не просвечиваю. В общем, такая вот, такое дело, такая, блин. Я вообще не... неожиданная покупка. Ехала-ехала я на даче, не доехала я на даче. А вот, короче, следующее, то есть я купила еще. Я, естественно, все накопила чулки. Никак я без них покажу эту чулку. Какие-то... Вот такие вот. Это я уже думаю, Настя, вот в семье. У них они плотные, вот подхорцы. Это вот уже как сильно готовы. Готовысь. Вот, вон, в общем-то, вот чулки в семье. Еще я купила... Ну, не купила, а вот как оказала, значит, я думаю, буду этого купать. Такие чулки свадебные. Да. Белые свадебные чулочки. мелкую сетку. Ну, вот видно здесь, что сетка такая меленькая, то есть не крупная. Не как вот лук складывает. Молодцы вообще-то. Еще тут была брошка. Такая вот... Ну, брошку я не знаю, я, наверное, не буду убрать. У меня там в салфончике. У меня он поторапливает, что я успела на электричку еще. Ну, и, конечно... Ну, и, конечно... Конечно, я купила... Ну, купила, собираюсь, вот, из-за такой вот картикан. Так что... Вот. Вот еще какие. Крик. Жестоватого цвета. Жестоватого цвета. Он такой прикольный. очень такой получился блогу часть это вот вещь конечно кружевная такая как мое платье конечно видно что качество у них хороших ну вот не знаю по моему несколько очень по моему по моему возрастная вещь красивая но возрастная сразу какой-то вид такой создает я хотела это купить как такой болерок платье ну вместо были накидку кружевную но я смотрю почему-то он ставит очень так видит какой-то терпенький поэтому я даже не знаю оставить или нет длина такая у меня сзади вроде ничего так смотрится достаточно теплая сейчас я еще раз подумаю брать это или не брать и потом уже решу спасибо всем кто меня смотрел и закончатся всем счастливо пока-пока